МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Регион ТВ», подготовленную совместно с журналистами телекомпаний «Мозыря», «Жлобина», «Речицы», «Гомеля» и «Светлогорска» в студии Виктория Шинкаренко. 1 апреля в Беларуси стартовала добровольная акция «Неделя леса-2017». Светлогорцы каждый год принимают активное участие в этом важном республиканском мероприятии. Один из этапов акции прошел вчера на территории Воровиковского лесничества. Как возрождали белорусские леса-горожане и сколько деревьев посадили? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нынешнем году у «Недели леса-юбилей» 10 лет уже проводится эта акция. В этот раз посвящена она восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями, прошедшими на территории Беларуси прошлым летом. Желающих внести свой вклад в общее благое дело нашлось довольно много. Откликнулись представители объединения «Белая Русь», городских организаций и предприятий, а также школьники. Принял участие в акции и руководствующий состав исполкома. Директор Светлогорского лесхоза Игорь Гавриловец поприветствовал всех добровольцев, поблагодарил за то, что не остались равнодушными к этому важному событию и рассказал о цели этой акции. Также он провел краткий инструктаж по технике безопасности, без которого не обходятся подобного рода мероприятия. Затем ребята из экологического агентства «Лесовичок», работающего при детской библиотеке, представили вниманию собравшихся агитационный номер на тему охраны леса. «Ты человек, любя природу, хоть иногда ее жалей. У веселительных походов не потопчи ее полей. В вокзальной сутолоке века ты оценить ее спеши. Она твой старый добрый лекарь, она союзница души». После выступления агитбригады участники акции отправились на территорию Боровиковского лесничества, где им предстояло ударно поработать. Под новый лес был выделен участок в полтора гектара. Добровольцы бодро приступили к делу. Участники акции потрудились на славу. Посадили 2000 березок, 3000 лип и 1200 кленов. Все саженцы были выращены в базисном питомнике Светлогорского лесхоза. Это не первое мероприятие в районе. Днем ранее в рамках акции «Неделя леса» учащиеся городских школ сажали деревья на территории Светлогорского лесничества. Участие в этом деле принимали и ветераны. А 1 апреля сотрудники управления лесхоза возрождали лес в Сосновоборском лесничестве. Пункт временного содержания бездомных животных в Мозере появился в 2009 году. Название не совсем отражает суть этого заведения. Ведь для большинства четвероногих, которые здесь находятся, пункт стал постоянным домом. Сейчас в приюте более 90 собак. Их кормят и содержат за счет пожертвований. Экономический кризис отразился и на местном укладе. На днях в соцсетях на странице общественной организации «Верные друзья» появился пост о финансовой нестабильности. Средств осталось, чтобы продержаться чуть более месяца. Говорят, любовь купить можно. Для этого нужно купить собаку. В пункте временного содержания животных любовь и преданность отдают бесплатно. Предварительно обработав потенциального питомца от паразитов и стерилизовав. Однако желающих взять даже здорового, пускай и милого дворнягу не так-то много. Не говоря уже о проблемных животных, животных-инвалидах. Мухтар – местная знаменитость. О нем писали газеты, сюжеты снимала ТВ. Три года назад собаки с перебитым позвоночником собрали деньги и купили инвалидную коляску. Тогда для Мозыря это был нонсенс и огромный прорыв в плане отношения к братьям нашим меньшим. Ведь ранее четвероногий калека был обречен на принудительную эвтаназию, либо на то, чтобы кое-как доживать свой век. Сейчас Муха – один из самых коммуникабельных и мобильных постояльцев приюта. Его друг по несчастью, а может наоборот, по счастливому стечению обстоятельств БИМ, буквально на днях тоже обзавелся колесами, которые заменяют ему задние лапы. Травмированного пса нашла в лечицах и привезла местная жительница. Женщина не просто сдала животное, обустроила вольер, организовала сбор на коляску. И таких неравнодушных людей немало, что защитников животных только радует. Люди сообщают нам о травмированных животных. Кого-то сами подвозят, кого-то мы забираем, оказываем первую помощь, ну а потом начинаем курс лечения. Кого-то, так сказать, ставим на лапы, но, к сожалению, кто-то остается инвалидом. В процессе лечения им уделяется больше времени, внимания, поэтому к ним очень привязываешься. Ведь всегда как бы больных более жалко, чем здоровых. Сейчас сложное время и для нашего приюта в том числе, но я очень надеюсь, что благодаря неравнодушным людям мы сохраним жизнь каждому нашему постояльцу. Когда Миру с повреждениями таза привезли в приют, думали, что она навсегда будет прикована к коляске. Почти год собака передвигалась с помощью колес. Но чудо, а скорее результат заботы и реабилитации, Мира начала ходить. Прихрамывает, но ходит и даже бегает. Кекса нашли с раздробленными передними лапами в районе ЖД вокзала в Калинковичах. Пес из последних сил не давался волонтерам в руки. Только сейчас он постепенно начинает доверять человеку. Коллеги старые, слепые, никому не нужные четвероногие обрели здесь свое пристанище. Как и другие, молодые, здоровые, но такие же невостребованные. Этот персиковый пудель сменил не одну семью. Собака не умеет выстраивать отношения с людьми. Возможно, это нехватка воспитания или психическая травма. Сейчас трудно сказать. С породистым псом необходимо долго и тщательно работать. Но кому это нужно? В глазах здешних обитателей считается многое. Желание дружить и в то же время страх, надежда и одновременно недоверие. Ведь им уже на собственной шкуре в буквальном смысле пришлось испытать, что такое человеческая жестокость и предательство. Тим и Жучка, Дези и Дуна и Тузик и Барбос. Сейчас в приюте более 90 собак. Их кормят и содержат за счет пожертвований. От количества людской доброты, выраженной деньгами, напрямую зависит жизнь четвероногих. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Госавтоинспекторы провели в Речице в детском саду номер 22 акцию под названием «Правила дорожные совсем не сложные». Главная ее цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Работа с детьми – одно из приоритетных направлений работы Речицкого отдела госавтоинспекции. На протяжении всего учебного года сотрудники райотдела ГАИ посещают учебные заведения района, где проводят мероприятия, посвященные безопасному поведению детей на дороге. В рамках республиканской профилактической акции «Безопасность детей. Приоритет для взрослых» прошло очередное мероприятие. «С детками хотелось бы просто напомнить им, чтобы они не забывали, а также напоминали своим родителям. Все-таки дети они быстрее впитывают, чем родители, можно так сказать». В игровой форме ребята знакомятся с правилами дорожного движения. Так было и во время проведения мероприятия. Правила дорожные совсем-совсем не сложные, к которым дети вместе с воспитателями подготовились заблаговременно. «Чтоб тебе помочь, путь пройти опасный, горимый день и ночь, зелёный, жёлтый, красный, наш домик светофор, вот три родные брата, на свете всяких пор дороги всем ребятам». В рамках мероприятия ребята приняли участие в спортивной эстафете. С большим интересом и увлечением они состязались в различных конкурсах. Мальчишки и девчонки побывали в роли водителей, проехав импровизированную трассу пешеходов, двигавшихся по подземному переходу. Капитаны команд успешно справились с заданием собрать аптечку. Мальчишки и девчонки побывали в роли водителей, проехав импровизированной трассу пешеходов, двигавшихся по подземному переходу. С легкостью дошкольники отгадывали загадки про светофор, перекрёсток, правосторонние движения и другие. Молчащий инструмент сотрудника милиции, вот он какой, устройство, играющее главную роль в регулировании дорожного движения. Светофор. Конечно, светофор. Молодцы, хорошо. Что такое перекрёсток? Это пересечение двух дорог. Молодцы. Умницы. Завершилось мероприятие приятным моментом. Всем участникам присвоено звание «Почётный пешеход». От госавтоинспекции ребята получили тематические сувениры. В свою очередь дошкольники порадовали гостей праздникой, весёлой песенкой. ПЕСНЯ Слава, 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 слава! Творческая программа Гомельской области была признана лучшей на конкурсе «Новые имена Беларуси-2017». Галаконцерт республиканского проекта, объединившего работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности, Отгремел на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков. Подробности далее в сюжете. У Республиканского профсоюзного творческого конкурса «Новые имена Беларуси-2017» нет ограничений ни возрастных, ни творческих. Раскрыть свои способности, продемонстрировать талант, выйти на большую сцену, смогли сотни представителей самых разных предприятий нефтехимической и горной промышленности. Музыкальные, танцевальные и театральные аккорды звучали практически на каждом акционерном обществе, заводе и фабрике. Социально ориентированное государство, которое реализует свою политику через наши предприятия, через возможности профсоюзных организаций. И мы в этом убеждаемся, что не только предоставляется возможность работать прекрасно на наших предприятиях, создаются хорошие условия труда, но и создаются все условия для занятия творчества тем людям, тем работникам предприятия, которые это могут. И это смелые люди, мы всегда ими восхищаемся. Конкурсантов нынешнего сезона на группы поделили дважды. Каждый защищал свою творческую честь в одной из индивидуальных номинаций – вокале, хореографии, инструментальном или в оригинальном жанрах, а также в общекомандном областном зачете. Объединили участников проекта дружеская атмосфера и общее позитивное настроение. Каждый друг старался помочь, подсказать. Я очень благодарен даже ребятам, которые просто выносили реквизит. Это здорово просто. Это конкурс, который объединяет. Объединяет и духовно, и культурно. Ну, это не передать словами. Передать эмоции словами после выступления на галоконцерте сложно было всем. Ведь в обычной жизни сотрудника крупного предприятия сложно выкроить время для творчества. И выйти на большую сцену перед сотнями зрителей для них оказалось мечтой, воплотившейся в реальность. Творчество – это моя жизнь. Я всегда мечтала о том, чтобы стоять на сцене, выступать на сцене. Я без этого жить не могу. Поэтому я даже не могу выразить вообще слова благодарности организаторам такого конкурса, что именно для рабочей молодежи есть такие великолепные фестивали, конкурсы, когда ты сам можешь раскрыться, показать свой талант. Мне очень приятно и всем очень-очень благодарна. Это большой шаг вперед и рост над собой, потому что мне было очень сложно решиться на такой шаг, как самому, как начинающему танцору. Поддерживали меня все, естественно, на работе. Все очень приятно. Даже незнакомые люди подходили, желали удачи. Это было очень приятно. Естественно, родные, близкие. Как-то все вместе так вот сплоченненько отправили. Выбрать лучших – задача сложнейшая, но жури с ней справилась на отлично. В каждой из номинаций определили обладатели дипломов первой, второй и третьей степеней. Главный приз в командном творческом зачете остался у сборной Гомельской области. Именно их программа, в том числе и номера мозорских нефтепереработчиков, была признана лучшей. ПЕСНЯ Своего героя, а точнее героиню, в этот вечер нашла еще одна награда. За заслуги перед профсоюзом на самом высоком уровне отмечена председатель первичной организации «Белхимпрофсоюза» Мозорского нефтеперерабатывающего завода Ольга Кулыба. Уже сегодня победители, призеры проекта «Новые имена Беларуси-2017» принимают поздравления на рабочих местах, а через несколько недель они встретятся вновь на масштабном межотраслевом гала-концерте. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозорь». В Речице, в спортивном комплексе «Надежда» состоялся большой спортивный праздник, который посвятили столетию со дня образования белорусской милиции. В мероприятии приняли участие силовые структуры подразделений Речицкого региона. В спортивном зале комплекса «Надежда» собрались шесть команд, отделов по чрезвычайным ситуациям внутренних дел Следственного комитета, Департамента охраны, Прокуратуры и Военного комиссариата. Открывая спортивный праздник, председатель райспалку Мавиталий Панченко поздравил силовиков со столетиями белорусской милиции, поблагодарил за службу, пожелал успехов и побед в предстоящих спортивных состязаниях. После проведенной жеребьевки турниру дан старт. Задания были шуточные, но их выполнение требовало скорости, силы, ловкости и выносливости. Так, например, пробежать до цели и обратно с мячом, зажав его между лбами, причем очень стараясь его не уронить. Задача не из легких. Ярким моментом стало состязание под названием «Времена года». Игроки лепили снежки, убирали снег и собирали подснежники. Отдельно соревновались капитаны команды. Им пришлось проявить силу и продемонстрировать способность нести бремя ответственности за свой коллектив в прямом смысле слова. Правда, в лице одной девушки сотрудницы. А еще силовики боролись за первенство в эстафете. Соперничали в гонках, зажав мяч между коленями, с книгой на голове. Все лепились, спустили на скульптуры, участвовали в флешмобе. Спортивные встречи между командами силовых структур стали доброй традицией, которая будет поддерживаться и в дальнейшем. Главное, что такие турниры для силовиков нужны. Ведь коллективы становятся дружнее, сплоченнее, вместе с этим и работоспособнее. Это праздник весны, это праздник веселья, это соединение всех правоохранительных органов, органов, которые имеют отношение к охране правопорядка, выполняют другие задачи. Самое главное, что мы здесь чувствуем себя едиными, теряется грань между званиями, должностями и все остальное. Это семейный праздник, это дружеский праздник, это товарищеский праздник, и это очень здорово. Завершилось спортивное мероприятие приятным моментом, награждением команд-победительницы. Почетное третье место завоевала команда райвоенкомата, на втором месте департамент охраны. Первое место заслуженно присуждено команде районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Помогла сплоченность и, наверное, то, что мы этим составом выступаем уже не первый год. Не первый год, и мы уже, так сказать, уже знаем возможности друг друга, и уже вот как-то нам, ну и удача как-то получается, что на нашей стороне. Хотя в этом году, честно, мы не надеялись выиграть, потому что действительно наши, ну не соперники, а коллеги, команды очень серьезно были, очень серьезно готовились. Позитивные моменты, очень много, большинство, это, конечно, сближение силовых структур нашего района, потому что в Курске мы делаем одно общее дело. Вне зависимости от защиты нашей Родины, для ощущения охраны общественного правопорядка на улицах нашего города и района. Ну а команда Ореческого отдела спартамента охраны заняла в этом году второе место. У нас есть соперник, с которым постоянно боремся и с года в год меняем друг друга. Где-то перестали первое и второе место, это наш отдел, причем, в ситуации. Выступление детского танцевального коллектива «Радуга» Озерчинской средней школы стало хорошим подарком для участников и победителей спортивного мероприятия. Исполнив танцевальные номера, юные артисты доставили море положительных эмоций присутствующим на спортивном празднике. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фестиваль «Весенние звездочки» в очередной раз собрал на одной сцене самых маленьких артистов Светлогорщины. Проходил он 4 и 5 апреля в городском дворце культуры. Этот творческий конкурс проводится для воспитанников детских садов уже около двух десятков лет. За это время фестиваль превратился в настоящее шоу талантов, стал стартовой площадкой в мир искусства для самых маленьких дарований нашего района. Его цель – формирование эстетического вкуса у дошколят, развитие детского самодеятельного творчества. Проходит он который год подряд в рамках областной акции «Как прекрасен этот мир». В нынешнем году участие в фестивале принимали воспитанники 24 детских садов, в том числе маленькие артисты из Паричей, Красновки и Кореней. Особых требований к формату выступлений не предъявлялось. Представить нас у жюри зрителей можно было абсолютно любые номера – песни, танцы или театрализованные постановки. Так что концерт получился очень ярким. Несмотря на столь юный возраст, участники фестиваля «Весенние звездочки» на сцене держались очень уверенно и выступали профессионально. Концертные номера были насыщены довольно сложными танцевальными элементами, но дошколята с легкостью исполняли все па. Стоит отметить, что организаторы стараются сделать фестиваль запоминающимся, особенным и каждый год придумывают новое тематическое оформление этого творческого праздника. В прошлом году публику веселили герои мультфильма «Маша и Медведь». В этот раз вниманию гостей было представлено театрализованное шоу по следам бременских музыкантов. Придумала и воплотила в жизнь эту интересную идею творческая группа музыкальных руководителей 5, 7, 21 и 22 детских садов. Труботу, спаситель мой, ты навеки наш герой. Руку дочке отдаю. Концерт проходил при аншлаге. В зале не было свободных мест. Поддержать маленьких звездочек пришли родители и друзья. Каждый творческий коллектив зрители встречали бурными аплодисментами. Напомним, что фестиваль проходил в два этапа. Второй концертный день был не менее насыщенным, чем первый. Дошколята радовали зрителей душевными песнями и зажигательными танцами. Каждый номер был хорошо отрепетирован и тщательно продуман. За этими прекрасными выступлениями стоит долгая и кропотливая работа музыкальных руководителей, которые продумали до мелочей творческие номера и блестяще отрепетировали их со своими воспитанниками. Но и родители не остались в стороне от подготовки к фестивалю, оказав помощь в создании сценических костюмов. В конце мероприятия под бурные аплодисменты зрителей всем участникам фестиваля «Весенние звездочки-2017» вручили дипломы. С удовольствием награждаем танцевальную группу детства «Яси Сан» номер 7. В субботу 8 апреля в Доме ремесел открылась очередная выставка работ воспитанников из-за студии «Креатив» – творческий юбилей. Так называется нынешняя экспозиция. Это уже пятая юбилейная выставка из-за студии. Каждый год «Креатив» подводит итоги и организовывает презентации лучших работ. На выставке представлены картины четырех отделений. Это младшая группа, где занимаются дети от 5 лет до 18. Экспериментальная группа, где занимаются дети, достигшие высоких результатов в рисовании. Отделение для людей с ограниченными возможностями, а также отделение для взрослых мужчин и женщин любого абсолютного возраста. Стоит отметить, что на такие итоговые выставки попадают работы не только тех, кто занимается в изо-студии «Креатив» уже не один год, но также и новичков, которые пробуют себя в изобразительном искусстве не так давно. Рисовать я буду, рисовать я буду. Каждому рисунку радуюсь, как чудо. Занимаюсь я в изо-студии «Креатив» около года. За год, наверное, нарисовала около десяти картин. Из них, наверное, картин шесть попали на выставку. Мне очень нравится ходить туда, и я там отдыхаю. Скажу, что студия для меня просто находка, потому что навыков как таковых у меня не было, а желание было огромным. Вот, решил попробовать, ну вот что получилось, несколько картин моих здесь. Студия «Креатив» пришла в сентябре прошлого года. Так получилось, что очень давно я хотела научиться рисовать, но то не было возможностей, то не было желания, а тут все совпало. В изо-студии «Креатив» я занимаюсь уже четвертый год. Пошла я в 12 лет и сначала была в младшей группе, но позже меня перевели в экспериментальную. Заниматься мне здесь, конечно же, очень нравится. За эти четыре года «Креатив» стал для меня в какой-то степени второй семьей. За это время я, безусловно, научилась очень многому благодаря своему педагогу Александре Вадимовне, но все равно каждый раз, когда я прихожу на занятия, я узнаю что-то новое и набираюсь опыта. Эта выставка – это как результат моих стараний и детей, что занимаются со мной в студии. Поэтому для нас очень важно, чтобы вы посетили ее и оценили наши работы. Ведь все, что мы делаем, мы делаем, конечно же, не только для себя, но и для вас. Как всегда, посетители выставки могут выбрать лучшую, на их взгляд, работу в каждом отделении. Экспозиция будет работать в течение месяца, и все неравнодушные к искусству могут проголосовать за ту или иную картину. Награждение победителей, выбранных путем голосования, состоится 13 мая на торжественном закрытии выставки. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите «Регионы» на следующей неделе. Я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова